В прошлом уроке мы с вами импортировали изображение в формате GIF и перевели в векторный формат. Но, как видите, оно осталось недоработанным. И давайте поредактируем данное изображение, доведем его более-менее до ума. Итак, как мы можем это сделать? Ну, например, мы можем поправить вот эту вот кривую, сделать ее более ровной. То есть перевести в такой вот более четкий, что ли, вид, перевести в божеский вид это изображение. Для этого нам потребуется, например, наложить линию. Линия у нас идет черного цвета, все нормально. То это делается вот так вот, карандашом, например. И после чего мы можем закрасить, просто его взять, взять пипетку, скопировать нужный нам слой и закрасить вот эту вот лишнюю, или не лишнюю, а вот эту кривую и исправить на более ровно. Теперь мы линию можем удалить. И, собственно говоря, всю фигуру, все изображение мы можем вот так подкорректировать. Где-то лишние вот эти вот элементы мы можем поправить. Если мы увеличим, мы увидим, что вот, например, на голове у нас тут еще дополнительно белые элементы, и она очень кривая. Конечно, ее можно уменьшить, и она будет более ровнее. Например, если мы перейдем к стопроцентному отображению, и захотим использовать данное изображение в своем флеш-ролике, мы можем просто вырезать его, например. Вот таким вот образом. Ctrl-X вырезаем. Вот эту часть мы можем убрать в сторонку просто. Создать новый слой. Этот слой нижний можно заблокировать попросту. Мы можем вставить Ctrl-V нашего пингвина, или Ctrl-Z, Ctrl-Shift-V, вставить более точно по сцене. Ну и, собственно, не суть важно. Мы можем взять инструмент свободное преобразование, и с помощью панели свойств, даже заблокировав пропорцию данного изображения, мы можем уменьшить наше изображение до нужных размеров. И выставить на сцене в нужное положение. Итак, у нас получился, собственно говоря, пингвин в нормальном виде. То есть его изображение вполне приемлемо для использования во флеш-ролике. И теперь мы можем его разделить на какие-то части. То же самое проделать здесь, как я показывал в прошлом уроке, сделать шарниры для каждого из элементов. Вот таким образом можно редактировать. Ctrl-Z откатим. Давайте увеличим еще раз Ctrl-Z до того момента, как я уменьшил это изображение. И, например, мы захотим исправить вот эту вот внешнюю часть головы, сделать ее более ровной. Для этого мы берем инструмент стрелка. Вот эти вот части можно попросту удалять. Здесь мы можем нарисовать какую-то ломаную дугу, например, которую мы можем изогнуть. Так, она будет черного цвета, поэтому она вот серым цветом не сольется. Но мы должны привязать ее к точке нашего изображения, к определенной точке. Так, линию мы можем сделать, если выделить ее дважды кликнув в панели свойств, мы линию можем уменьшить до минимального размера. И теперь мы можем ее выгнуть. Так, здесь узловая точка у нас появилась. Поэтому она так четко не выгибается. Ну, то есть вот так вот поправляем мы нашу линию. Если мы увеличим вот это место, мы увидим, что у нас выпирает здесь лишнее. Поэтому вот эту часть мы можем попросту удалить. А если бы мы сделали эту линию на отдельном слое, то было бы легче, конечно, редактировать. Давайте это сделаем. Delete, удалим. Создадим новый слой. Создадим линию. Нарисуем ее от угла до угла. Теперь возьмем стрелку, выгнем в нужную траекторию. Теперь мы можем ее вырезать, эту линию. Ctrl-X. И вставить на тот слой, где мы будем редактировать. Ctrl-Shift-V мы вставляем и выбираем инструмент ведро с краской. А лучше еще взять пипетку, скопировать тот слой, который мы будем заливать. И заливаем вот эту часть. После чего саму линию мы можем удалить. Она у нас выделена. Мы жмем Delete и удаляем. Перейдем к стопроцентному отображению. И мы видим, что у нас здесь стало ровнее. Точно так же все остальное редактируется. Итак, после небольшой корректировки, как видите, я его подкорректировал, подровнял все линии. Мы получаем вот такой вот отличный вариант нашего изображения. Посмотрите, сравните с этим вариантом. Здесь у нас кривые края. В данном случае здесь все края ровные. И выглядит нам гораздо приятнее. Теперь его можно выделить. С помощью инструмента стрелка. И уменьшить до нужных нам размеров. Или через панель свойств. Можно с замкнутой пропорцией. Можно уменьшить до нужных размеров для использования во флеш-ролике. Вот так. Теперь его можно преобразовать в символ. F8. Символ, фрагмент ролика. Ок. И теперь можно внутри символа даже работать. Подкорректировать или добавить какие-либо блики. Или создавать анимацию. Создавать различные. Разделить его на запчасти. И создать различные анимации движений. Вот все, что я хотел сказать. О корректировке векторного изображения. То есть, будь то изображение какое-то импортированное с компьютера. С фотоаппарата. То есть, это даже фотография. Или какая-либо другая картинка. Которую мы импортировали во флеш-редактор. И на этом, я считаю, можно закончить. Давайте перейдем к следующему уроку.